У нас все равно поломерно. Просто, чтобы руководство федерации действительно выбирали. Да, а не сегодня нужно президенту клуба или президенту страны, или там вице-премьеру, вот он поставил то вот. А сегодня действительно должен быть функционер, человек, который независим. То есть мы все, независимых человек вообще как бы таковых нет, но он должен быть равномерно удален. А от клубов, Б от, скажем так, от каких-то коммерческих дел. И поэтому тогда будет легче. А когда ты чей-то ставленник, то у тебя всегда будут проблемы. Так же, как и в премьер-лиге. То есть какая-то группа там собралась, не полностью выбрали президента, а другая не выбрала, она все время будет ему не давать возможности нормально существовать. Так же и федерация. То есть если будет решение в пользу какой-то группы клубов приниматься, то, соответственно, другие будут у них довольны и все время этот комм будет нарастать. Просто хотелось бы, чтобы люди приходили и нормально уходили. А у нас убирали одного и потом ставили другого. То есть Анатолий Владимирович Попов всячески дискутировал с Григорием Михайловичем, был не согласен. А потом на последнем конгрессе его слезно уговаривал стать почетным президентом. Меня это настораживает, например. То есть не может человек поменять позицию. Значит, какие-то есть другие вещи, о которых мы, слава богу, не знаем. То есть все мы к этому довели. Все. Потому что у нас в детском футболе папа, если депутат, команда должна выиграть. Если губернатор, то с палкой можно сбитой по полю бегать за судей или за кем-то. Это все сходит с рук. И вот оно все видится и доходит. Поэтому, наверное, у нас только Шевченко играл. Да, по большому счету.